Доброго времени суток всем подписчикам и новым зрителям! Это канал «Удивительные истории», приглашаю вас послушать новый авторский рассказ. Галина Игнатьевна уже собиралась закрывать кабинет, как увидела, что по коридору к ней спешит девушка. Ее внешний вид оставлял желать лучшего, но она была беременна. Галина Игнатьевна обернулась. Клиника у них была частная и таких посетителей не приветствовали, тем более в регистратуре сегодня Наташа, а у них с Галиной очень давние счеты. – Здравствуйте, подождите, пожалуйста, не закрывайте. Девушка подошла и беспомощно уставилась на Галину. – Вы должны мне помочь. – Заходите, только быстро. Сколько у Галины уже стычек с главврачом из-за ее доброты было, не рассказать. Вот и сейчас. Она прекрасно понимала, что эта гадина Наташа настучит Павлу Григорьевичу и снова Галя получит по шапке. Хотя Павел Григорьевич и обещает ее каждый раз уволить, но учитывая, что Галина прекрасный врач, угрозы так и остаются угрозами. – Девушка, вы вообще понимаете, что это частная, платная клиника? – Да, просто когда-то я бывала именно здесь, а больше в городе ничего не знаю. – Девушка вдруг заплакала. – Помогите мне, помогите, пожалуйста, избавиться от этого ребенка. – Да вы с ума сошли, у вас срок какой? – Не знаю, ничего, не знаю, и знать не хочу. – Так, милочка, давайте-ка я вас посмотрю. Девушка покорно дала себя осмотреть. Правда, все время тихо плакала. Галина Игнатьевна повернула к ней монитор. – Ну-ка, посмотри сюда. Девушка повернулась, и маленькое создание, которое там было, вдруг вытянуло вперед ручки. – Ой, вот тебе и ой, а ты? – Девушка снова зарыдала. – Но я не знаю, что мне делать, не знаю, понимаете? Человек, которого я любила, которому верила, он просто выбросил меня на улицу. А вообще, меня вчера только из тюрьмы освободили. – Что? – Галя поверить не могла, что перед ней зычка. Но не верила она, что такие ясные синие глаза принадлежат преступнице. В кабинет постучали, и просунулась голова Наташи. – Галина Игнатьевна, все в порядке? А то мы видели, как это чудо к вам вошло. – Наташа, это не чудо, а человек. И еще, когда стучишься, нужно ответа дождаться. Наташа жадно рассматривала все, что было внутри. Видимо, ей уже было достаточно, и она хмыкнула, а потом прикрыла дверь. Девушка испуганно смотрела на Галину. – Вам влетит из-за меня, да? – Галина Игнатьевна встала. – Я так понимаю, пойти тебе некуда? – Нет, совсем. – Собирайся, ко мне пойдем. Сама не поняла, как такое решение пришло в голову. После того, как не стала Мариной десять лет назад, она никогда и никого не приводила в свой дом. Боялась нарушить ту хрупкую ниточку с прошлым. То ли ей стало жалко девушку, то ли она наконец смирилась с потерей дочери. Но Галя решила помочь этой запуганной девчонке. – Проходи. – Девушка робко шагнула в квартиру. – Не бойся, я живу одна. Как зовут-то тебя? – Марина. – Галина закашлялась. – Как? – Марина. – Галя взяла себя в руки. Вот чувствовала она, что нельзя пройти мимо беды этой девушки. – Давай-ка так. Ты иди в ванну, она тебе очень нужна. Я сейчас принесу одежду, а потом мы с тобой поужинаем и ты мне все расскажешь. – Хорошо. – Мариной не было почти час. Галина подумала, что девушка там просто уснула. Хотела уже пойти к ней в ванну, как Марина вышла сама. Она смущенно улыбалась. – Простите, так давно не была в горячей воде. – Я надеюсь, ты не в кипятке лежала? – Нет, что вы, конечно нет. – Ну, усаживайся, все, наверное, остыло уже. Галя старалась не смотреть на Марину, которая была облачена в халат ее дочери. Она очень многие вещи раздала, выбросила, но кое-что еще осталось. Марина ела быстро. – Пожалуйста, не ешь с такой скоростью. Мне не жалко, просто тебе плохо станет. – Марина немного отодвинула тарелку. – Да, я понимаю. – Марин, ты можешь все-таки рассказать, что же случилось с тобой? Девушка вздохнула. Слезинки, как большие горошины, снова потекли из ее глаз. Год назад я встретила Максима. Он очень хороший. У нас была такая красивая любовь. Я во всем ему верила. Все, абсолютно все доверяла. Мы познакомились не здесь, там, где я жила. Максим приезжал по делам своей фирмы. Он уговорил поехать меня с ним. Сказал, что как только мы приедем сюда, то сразу поженимся. Все было как в сказке. Вы не представляете, насколько красивой может быть любовь. Сказка закончилась в тот день, когда Максим познакомил меня со своей мамой. Она сразу спросила. – Ты что, собираешься на ней жениться? – спросила так, как будто меня нет, как будто я пустое место и при мне можно так разговаривать. Максим сделал ей замечание. Она тут же извинилась передо мной. Но я прекрасно поняла, что это только верхняя часть айсберга. Оказывается, до того, как Максим приехал в наш город, у него была девушка. Ну как была? Она собиралась за него замуж. Правда, Максим об этом не знал. Эта девушка и его мама решили во что бы то ни стало избавиться от меня. Я старалась совсем не выходить из дома, когда Максим куда-нибудь уезжал. Но Валерия Карповна могла прийти в любое время. А однажды… Однажды она пригласила меня к себе. Мне очень не хотелось туда идти, тем более без Максима. Но именно он настоял на этом. – Ты должна пойти. Пообщайтесь с мамой без меня и, я надеюсь, найдете общий язык наконец-таки. Что мне было делать? Я пошла. Галина уже понимала, что девочку, скорее всего, подставили. Только пока не могла понять, как. В середине праздника, на котором было много гостей, вдруг остановили музыку и бледная женщина сообщила, что у нее украли страшно дорогую цепочку. Я видела, что в начале праздника женщина снимала ее, даже помогала ей, потому что там что-то сломалось и она расстегнулась. Теперь же она утверждала, что цепочку украли. Все как по команде повернулись ко мне. Из этого я сделала вывод, что почва для подозрений подготовлена. Меня забрали в полицию прямо с праздника. Мне никто не верил. Никто. А я прекрасно понимала, кто мне подкинул в сумочку цепочку. Вы знаете, не верила только та женщина, цепочку которой я якобы украла. Максим не появлялся. Я начинала понимать, что он поверил своей матери. Потом он пришел. Я слушала о том, что я его растоптала. Что это страшный позор. Что он не понимает, чего мне не хватало. Я пыталась его перебить. Пыталась сказать о беременности. Но он не слушал. Он не хотел слушать. Он просто оставил меня там, понимая, что меня посадят. Если бы не та женщина, я бы пошла дальше. На зону. Хотя сейчас я не понимаю, что мне здесь делать. А там, где ты жила? Там у тебя нет никого? – Есть. Старшая сестра и ее семья. Она спала и видела, чтобы я хоть куда-нибудь провалилась. Квартиру-то родители нам оставили одну на двоих, а у нее двое детишек. – Понятно. И что было дальше? – Эта женщина приехала и сказала, что не имеет ко мне никаких претензий. Ей дали что-то подписать, и она уехала. А потом появилась Валерия Карповна. Я точно знаю. Я это видела, что она платила мужчине в форме. И тот сказал, что продержит меня за решеткой столько, сколько будет нужно. – И сколько ты пробыла там? – Пять месяцев. Я думала, что не выживу. А когда меня выпускали, меня ждала она. Она сказала, что через два дня у Макса свадьба. И что, если я только попытаюсь появиться у него на пути, он меня посадит на всю жизнь. Понимаете? Пять месяцев ему было плевать на меня. А теперь он женится. Я больше не хочу туда. И не хочу, чтобы мне хоть что-то напоминало о нем. Галя уложила девушку спать. А сама вспомнила о том, что был у нее один друг, который очень большие знаки внимания ей оказывал. И работал он как раз-таки в СИЗО. Она решила завтра после работы пригласить его на кофе и расспросить, может быть, он что-то знает. Но работать не пришлось. Как только она переступила порог клиники, к ней подскочила Наташа. – А вас Галина Игнатьевна, главное, очень ждет? – женщина вздохнула и пошла к нему. Он кричал минут пять. Потом сказал. – Я устал от тебя. Выметайся. Иди работать в госучреждении. И там хоть залечи бомжей да зэков. Она молча развернулась и вышла. Странно, но она практически не переживала. – Галя. – Она обернулась. – Вась, не поверишь, но я собиралась тебе звонить. – Не поверю. А что случилось? – Вась, а пойдем в кафе? Меня все равно с работы уволили, так что времени вагон. Он удивленно посмотрел на нее. Что это так? За восемь лет ни разу не согласился с ним в кафе сходить, а тут сама зовет. – Вась, ты же в СИЗО работаешь? – Нет, неделя уже как уволился. Не могу больше. Раньше тюрьма как тюрьма. Все понятно. Вот преступник, вот конвой. А теперь все за деньги. Кого хотят сажают, кого хотят выпускают. Ай! – он махнул рукой. – Вась, выслушай меня. Вдруг ты сможешь мне помочь. Он слушал внимательно, изредка кивая головой. Потом спросил. – Тебе-то что до всего этого? – Эта девушка беременная, сейчас у меня дома. Она на улицу боится выйти, от ребенка хотела избавиться. А меня сегодня еще и уволили из-за того, что я ее приняла. – Вася барабанил пальцами по столу. – Эту историю знают все у нас. Девчонку и правда жалко было. Поэтому всем было объявлено, чтобы ее не мордовать просто так. Вот оно значит как. – Вась, помоги, если сможешь. Ну, хоть расскажи мне, а я тогда попробую с этим Максом поговорить. – Еще чего не хватало? Сиди и не высовывайся, там такая мамаша. – Галь, я помогу. А ты, может, согласишься съездить со мной на дачу или в кино, ну или еще куда? Галя слегка улыбнулась. – Это шантаж? – Вася махнул рукой. – Понимай, как хочешь. Вот честно, мне сорок, самый сок, а я на женщин смотреть не могу. Тебя все время представляю. Галя более внимательно на него посмотрела. А ведь Вася очень симпатичный мужчина и такой спокойный. Раньше она его вообще как мужчину не рассматривала. Наверное, потому что была поглощена своим горем. – Хорошо, Вась, я подумаю. Только что ты делать-то собираешься? – Друг мой работает водителем у этой Грымзы и давно уволиться мечтает. Вот я ему и предоставлю такую возможность. Галя вошла домой тихо и сразу услышала пение из кухни. Она улыбнулась. Марина мыла посуду и вовсю пела. Увидев женщину, запнулась. – Ой, простите, я тут… У тебя очень неплохо получается. Ай, баловалась в детстве в кружках. А вы почему так рано-то? Галя махнула рукой, и Марина прижала руки к груди. – Вас уволили, да? Из-за меня? – Ерунда, прорвемся. Давай-ка чай пить. В клинике почти не осталось посетителей. Несколько человек, да и те уже собирались. Наташа готовила к закрытию регистратуру. Вдруг дверь с грохотом растворилась, и в вестибюль буквально ворвался молодой человек. – Девушка, главврач, где? – Наташа испуганно смотрела на него. – По коридору до конца, только к нему нельзя. – Нельзя? А что у вас тут можно? Где девушка, которая вчера пришла к вам за помощью? – Какая девушка? У нас по сто девушек каждый день. – Что здесь происходит? – Павел Григорьевич шел по коридору в их сторону. Мужчина повернулся к нему. – О, главврач, расскажите мне, куда делась девушка, которая пришла к вам за помощью вчера? Та, которая только освободилась? – Наташа и Павел Григорьевич переглянулись. – Я не обязан перед вами отчитываться. Никакой девушки не было и вообще, у нас частная клиника, и бывшим зэчкам здесь не место. – Так же, как и докторам, которые смеют оказать помощь простому человеку. – Молодой человек, вы кто такой, чтобы устраивать мне допросы? – Арсентьев, Арсентьев Максим, надеюсь, что мое имя вам что-нибудь говорит? – Павел Григорьевич побледнел. – Ну вот, сбылось. Увидел главного спонсора клиники вживую. – Простите. – Нет, Павел Григорьевич, теперь я. Мне нужен адрес женщины, доктора, которую вы уволили. – Наташа. – Павел Григорьевич, у меня уже все закрыто. Он разъяренно посмотрел на нее, и девушка поспешно стала включать компьютер. Когда Максим стремительно шел к выходу, главврач семенил рядом. – Недоразумение. Произошло досадное недоразумение. Галине Игнатьевне обязательно передавайте, что мы ждем ее на работу. Марина сидела перед телевизором и думала о том, что же ей теперь делать. Нельзя же все время пользоваться добротой Галины. Это некрасиво. Только вот кому она нужна с животом? – Марина. – Она обернулась. – Маринечка, ты только не волнуйся, и здесь к тебе пришли. Она стала медленно вставать, когда увидела Максима. Разговор был долгим. Слишком долгим. Галя сидела на кухне, но не одна. Вслед за Максимом приехал Вася. – Я так и думал, что он уже тут. Ему просто пришлось всю историю выслушать в пробке. Только вот адрес я твой знаю наглядно, а как, что называется, нет? Через два часа Максим вышел. – Простите, можно Марина у вас еще ночь побудет? Мне тут срочно нужно кое-что завершить, а завтра мы уедем в ее город. Буду работать оттуда. – Конечно. Как она? – Он посмотрел на нее. Уснула. – Спасибо вам. Всегда не уважал дураков, а оказывается, я самый большой дурак. Кстати, вас просили вернуться в больницу. На работу. Галя улыбнулась. – А не, теперь не пойду. На дачу поеду. К Василию. Отдыхать буду. Благодарю за ваши комментарии и поддержку кнопкой палец вверх. Всего вам доброго.